Здравствуйте друзья! В этом обзоре мы с вами рассмотрим новинку, представителя ZigBee линейки устройств от ITT Sonoff. Реле с Wi-Fi интерфейсом Sonoff пользуется заслуженной популярностью из-за соотношения цены-качества, особенно модели Basic и Mini. Модель Basic уже вышла в ZigBee версии, ссылку на обзор я оставлю в описании. И вот очередь дошла и до модели Mini, это компактное реле с возможностью подключения механического выключателя. Модель Sonoff ZB Mini, интерфейс ZigBee 3.0. Рабочее напряжение вход-выход от 100 до 240 вольт, сухих контактов нет. Максимальный ток нагрузки 10 ампер. Размер 42,6 на 42,6 на 20 миллиметров. Серия ZigBee устройств, за исключением реле Basic, поставляется в коробках оранжевого цвета. Wi-Fi версии и упомянутая реле имеют цвет морской волны. Сзади на коробке написаны все основные характеристики устройства, про которые я только что сказал. Комплект поставки весьма лаконичен, впрочем, как обычно. В коробке нашлось реле, небольшой буклет мультиязычной инструкции и отметка прохождения контроля качества. Из полезного, что нашлось в инструкции, это схема подключения. Кстати, ее реализация у модели Sonoff Mini, как Wi-Fi, так и ZigBee версия очень удобная, об этом немного дальше. Также тут есть упоминание о том, что реле не поддерживает возвратный выключатель, но я и это покажу в обзоре, опыт показал, что это не так. Реле очень компактное, меньше мне еще не попадалось. Корпус квадратный, со сторонами 42,6 миллиметров, толщина 20 миллиметров. На одну из боковых сторон выведена контактная колодка для подключения проводов. На задней стороне продублированы технические характеристики устройства, про которые я уже сказал в начале обзора. Размер реле позволяет легко разместить его в стандартном круглом подрозетнике, а толщина размещать поверху и механический выключатель или розетку. Стоит помнить только о максимальном токе нагрузки. Для сравнения, Wi-Fi и ZigBee версии. Коробки имеют совершенно одинаковый размер, главное отличие это цвет. Остальные изменения не так заметны, тем не менее тип беспроводного интерфейса указан на каждом из них. На крышках указаны названия модели, для Wi-Fi версии это просто Mini, а для ZigBee ZB Mini. Внешне реле практически идентичны, из главных отличий это наличие внешней антенны Wi-Fi версии, а у ZigBee контакты для подключения механического выключателя сделаны из серого пластика. В остальном все, включая расположение контактов и кнопку для управления реле и режимом сброса одинаковое. Белые пластиковые корпуса вообще штампуются на одном конвейере, об этом недвусмысленно говорит отверстие сбоку, в Wi-Fi версии там находится выход антенны. Разбирается ZigBee реле как и Wi-Fi версия, очень просто. Корпус просто открывается, все держится на защелках, ничего откручивать не надо. Хорошая новость, производитель использовал 16 амперное реле, имеется серьезный запас по мощности, так как реле напомню маркировано как 10 амперное. Компоновка элементов плотная, но так и должно быть из-за размеров. Качество сборки хорошее, никаких недостатков мне обнаружить не удалось. Пайка вся аккуратная, следов не смытого флюса, как это иногда бывает у некоторых производителей нет. Маркировка со всех элементов удалена, видимо производителю надоело, что его устройство постоянно перепрошивают. Для начала я подключил реле без механического выключателя. Удобным в реле мини является наличие двух контактов для нулевой линии, они сквозные, во второй подключается нагрузка. Во многих реле такой вход один, и приходится придумывать куда подключать ноль от нагрузки. Вся проводка размещена с одной стороны. После включения реле переходит в режим сопряжения, о чем говорит моргающий зеленый светодиод. На момент проведения теста продуктивная версия zigbee2mqtt была 1.16.1. Первое сопряжение было проведено на ней. Для подключения нужно перевести интеграцию в режим подключения новых устройств. Реле переходит в режим сопряжения после первого включения питания или после 5 секундного удерживания кнопки на нем. Реле добавляется, но в этой версии интеграции поддержки еще нет. Устройство обозначается как неподдерживаемое. Тип устройства определяется как роутер. Дальнейший путь пробовать версию интеграции для разработчиков или искать или создавать внешний конвертер. Можно совершенно безболезненно удалять продуктивную и вставить версию для разработчиков. База устройств остается и все подтягивается обратно. Запускаем режим сопряжения и ждем пока устройство обнаружится и пройдет интервью. После этого устройство добавляется в систему и в этой версии оно поддерживается. Корректно определяется и модель и производитель. Единственное нет картинки, но это не страшно. Нашелся и свитч, управляющий реле и сенсор, показывающий уровень качества сигнала. Эти же сущности пробрасываются и в Home Assistant, так что с реле можно полноценно работать. Наличие поддержки версии для разработчиков говорит о том, что реле появится и в ближайшем релизе продуктивной версии. В SLS шлюзе поддержка реле добавлена в версиях прошивки начиная от 13.11.2020. Включаем режим подключения новых устройств и проверяем, чтобы реле находилось в режиме сопряжения. После прохождения интервью, устройство добавляется в систему. Проверить работу включения и выключения можно прямо из интерфейса шлюза. Вводим нужный статус и обновляем, все работает. Это реле поддерживает технологию TouchLink. Это значит, что если шлюзы реле находятся не далее пары десятков сантиметров друг от друга, то сбросить его можно и без нажатия на кнопку. Это может пригодиться, если к реле сложно добраться. Исполнительный элемент устройства электромеханическое реле, поэтому звук при срабатывании есть и довольно отчетливый. Переключать можно при помощи кнопки на корпусе. Короткое нажатие меняет состояние реле. Подключение выключателя тоже очень простое, он должен замыкать два серых контакта. Можно использовать и пару проходных выключателей, соединенных по классической схеме. Я считаю такую схему удобнее, чем например у реле Акара, где внешний выключатель должен подавать фазу на контакт. Логическое управление и управление выключателем сквозное. То есть у выключателя нет положения включено или выключено, он меняет состояние на противоположное. Быстрым переключением я имитировал работу возвратного выключателя. Несмотря на предупреждение в инструкции, такой режим отрабатывает корректно. Управление реле происходит локально, то есть статусы мгновенно обновляются в интеграции и передаются в Home Assistant. Из всех заводских реле, которые протестировал, именно Zigbee Mini и Wi-Fi и Zigbee версии, они одинаковые по размерам, являются самыми компактными. При этом они еще достаточно бюджетные, менее 10 долларов за единицу. Поэтому я однозначно рекомендую обратить на него внимание. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также акции и купоны на товары умного дома, можно посмотреть в моем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова